Продолжаем отвечать на вопросы по садово-огородным делам. На некоторые вопросы мне помогают отвечать мои друзья-огородники. Некоторые зрители моего канала видели, что я предлагаю простые рецепты простых блюд из простых продуктов. И вот спрашивают, что еще я могу предложить. Лук репчатый жареный. Берут полкилограмма репчатого лука, нарезают кольцами, посыпают мукой 40-50 грамм и жарят до золотистого цвета 10 минут в сильно разогретом жире 100 грамм. Подают в горячем виде, как гарнир к жареному мясу. Чесночное масло. Чеснок 200 грамм. Очищают, обваривают кипятком, хорошо обсушивают и толкут. Затем добавляют 250 грамм сливочного масла и протирают через сито. Получается очень вкусное масло. Чеснок с базиликом и сыром. К толченому чесноку 10-20 грамм добавляют зелень базилика, 10-12 веточек и еще раз толкут. Затем кладут 120 грамм сливочного масла, 4 столовые ложки тертого сыра, соль по вкусу. Все размешивают и подают к рыбным блюдам макаронам. Чеснок со свеклой. Отваривают корнеплоды свеклы, 1 килограмм. Очищают, натирают на терке, мелко нарезают чеснок, 20-30 грамм и растирают. Истолченый чеснок смешивают со свеклой, добавляют чайную ложку сока лимона, солят по вкусу, кладут майонез. Чеснок в рассоле. Молодой чеснок очистить, промыть, нарезать кусочками длиной 2-3 сантиметра. Опустить в подсоленный кипяток на 2-3 минуты. Затем вынуть шумовкой, остудить в холодной воде, уложить в банки и залить рассолом. На 1 литр воды берут полстакана соли. В равных частях берут уксус и воду. Салат с растительным маслом и чесноком. Чеснок растереть с солью, добавить растительное масло. Промытые и подсушенные полотенцем листья салата обмакнуть в приготовленный соус, завернуть в трубочку и уложить в салатник. На 300 грамм листьев, 1 головка чеснока, 3 столовые ложки масла. Анонимный спрашивает. Это уже не кулинарная тема. У меня постоянно болеют астры. Что делать? Возможно, вам поможет совет опытного цветовода Рауманы. Отвечает она. Часто досаждают астрам болезни, вызванные бактериями. При поражении бактериальной пятнистостью на нижней стороне листьев на стеблях, бутонах образуются бурые маслянистые пятна диаметром до 2 см. Позже такие же пятна появляются и на верхней стороне листьев. Сливаются и охватывают большую часть листа. Болезнь начинается в период ботанизации и прогрессирует во время цветения. Заражаются и семена. Бактерии зимуют в почве на растительных остатках и семенах. Вот еще на кулинарную тему. Анонимный спрашивает. Что еще можно приготовить из свеклы? Отвечаю. Беточки из свеклы. Сваренную свеклу пропустить через мясорубку. Протушить с молоком и сливочным маслом. Затем всыпать манную крупу. Добавить изюм, если есть. Массу проварить 10 минут. Остудить и вымешать с яйцами. Разделать беточки, обвалять в сухарях, обжарить на растительном масле. Подавать со сметаной. Свекла 180 грамм. Молоко 20 грамм. Масло сливочное 15 грамм. Манка 15 грамм. Салат из свеклы. Хрена и яйца. Отварную свеклу натереть на крупной терке. Хрен очистить и натереть на терке мелко. Смешать со свеклой. Заправить растительным маслом. Сверху посыпать измельченным яйцом. На одну порцию. Свекла 140 грамм. Корень хрена 16 грамм. Растительное масло 10 грамм. Яйцо половинка. И вдобавок приведу еще интересный рецепт из яблок. Яблоки в платочках. На пачку маргарина взять полтора стакана сметаны. Половину чайной ложки соды. Маргарин растопить. Положить в него сметану, соль, соду и 4 стакана муки. Тесто разделить на 20 частей. Раскатать каждую часть. Положить на лепешку половинку очищенного яблока без сердцевины. В выемку яблока сыпать половину чайной ложки сахара или варенья. Тесто собрать как бы в узел. Хорошо сжать. Этим краем класть на противень. Обмакнуть верхушку теста во взбитое яйцо и в сахар. Уложить на противень и выпекать до подрумянивания. Вот получится такое яблоко в платочках. Анонимный спрашивает. Как защитить урожай от птиц? Я уже много рассказывал на этот счет. Здесь я приведу опыт одного садовода-любителя. От галок, грачей, воробьев, сорок я спасаю посадки подсолнечника, кукурузы, ирги, облепихи, малины, пугалом. На конец шеста, 2,5-3 метра, привязываю метровую ленту шириной полметра из старой пленки, вбивая этот шест у куста ирги или облепихи. А на подсолнечнике несколько таких шестов, и мои посадки остаются нетронутыми. У нас почти все время летом ветры, пленка шелестит, развивается, и это отпугивает птиц. Не удивляйтесь, у нас одна и та же сорока, несколько лет собирала урожай самой спелой облепихи, пока я не повесил старую пленку. Анонимный спрашивает, как сохранить вишню зимой? Вишню укрывают снегом, а чтобы она не выпривала, у основания куста ставят вверх дном алюминиевый бачок, или старое ведро, или чугун, и все засыпают снегом. Выприваний нет. Еще анонимный спрашивает, как устроить навозные грядки? Рассказывает опытный огородник, потому что я таких грядок не делаю. Перцы, баклажаны, арбузы, огурцы, дыни я выращиваю на навозных грядках. Высота грядки 30-35 см, ширина около метра, длина произвольная. Лунки делаю в два ряда в шахматном порядке. В каждую лунку засыпаю ведро дерновой земли. Под грядой землю вскапываю на штык лопаты. В лунку сажаю 4 огурца, 2 арбуза, 2 дыни, 2 перца, 1 баклажан, 1 помидор. Огурцы, дыни сажу семенами, остальное рассадой. Перцы, баклажаны сеем 10 марта. Помидоры 1 апреля, арбузы 20-25 апреля. Грядки закладываем 29 апреля, 2 мая. Растения на гряды высаживаем 5-7 мая. Гряды под пленкой быстро разогреваются, урожаи всех культур хорошие. Особенно резко от грунтовой посадки отличаются перцы и баклажаны. Растения обвешаны крупными плодами. Баклажаны до 950 грамм. Сельским жителям, у которых навоз в избытке, такой способ просто находка. Анонимный спрашивает, пользуетесь ли вы астрологическим календарем? На этот счет у меня есть отдельный ролик, может кто-то желающий посмотреть. Ну а сейчас я коротко расскажу. Астрологический календарь не признаю. Теплый сезон у нас мал, и его нужно использовать с умом, с толком, а не заглядывать на фазу Луны и гадать. Сеять там, не сеять, сажать там, не сажать. Надо чувствовать растения и погодные изменения. И все негативное предупреждать, а позитивное использовать в полном объеме. Подчеркну, что своего мнения никому не навязываю ни в коем случае. Хочет кто пользоваться такими календарями, пожалуйста, пусть пользуются. Анонимный спрашивает, почему малина цветет осенью, в сентябре, октябре, в общем до самых снегов, а весной только начинает свистеть и засыхает. Ягод почти нет. Что это? Болезнь или неправильный уход? Отвечаю. Очевидно, речь идет о так называемой ремонтантной малине, которая цветет и плодоносит на однолетних побегах. Остальные формы из сорта ремонтантной малины, бабья лето, чиф и другие, успевают созреть на 30-70% даже в условиях Западной Сибири. Август-сентябрь это. И у нас на Алтае, также в Барнауле. Встречаются формы, которые успевают только зацвести, но не плодоносят. И в том и в другом случае, весной следующего года, верхушку стебля, где были цветы или плоды, следует обрезать. Оставшаяся часть стебля будет нормально плодоносить, как обычная двухлетняя малина. Ну на этом, я думаю, ответы на вопросы можно закончить. В конце, как всегда, пожелаю всем огородникам хороших урожаев и всего самого доброго.